Всем привет! Сегодня я вкратце хотел бы рассказать о очень мощном женском фене для волос, для сушки волос. Это модель LITSTA S1. Она на самом деле не как обычно это говорится, то что потребляемая мощность. Именно подача воздуха очень мощная, потому что буквально на первой скорости, на расстоянии 2-3 метров, сдувают листочки, документы, еще что-то. Я говорю, на самом деле модель очень мощная. Ну, это чуть позднее я покажу. Поставляется в коробке белой фирменной. Здесь такое вот изображение самого фена под голограммой. И снизу у нас краткие технические характеристики. Здесь указана модель, потребляемая мощность, ну и краткие технические характеристики именно по размеру корпуса. И кем произведено. Здесь больше все вкратце, все подробно и понятно. Внутри у нас вечеется такая вот структура картонная, в которой у нас располагается весь сам фен. В комплект поставки входит инструкция, насадка и сам фен с проводом. Провод порядка полтора метров. И как я вижу по мощности, соответствует 2 на 1 миллиметр в квадрате сечения кабеля. Присутствует в фене данный фен производится в трех вариантах. Это черный, белый и розовый. На изображении, конечно, может быть немножко изображение меняет цветовую гамму. Но цвет именно розовый. Также сделана насадка цвет самого фена. Инструкция на нескольких языках, в том числе и на русском. Здесь можно посмотреть на английском и на русском. Здесь показаны кнопки управления, кнопки включения. Ну и как инструкция самой по эксплуатации, техническому обслуживанию и устранению неисправностей. Все это здесь присутствует. Интересно организована насадка. Ее не надо как-то вставлять, подключать. Она магнитная. Она устанавливается сама на нужное место. Удобно прокручивается. Ничего не требуется. Очень сильно удерживается. Это организовано очень круто. Я раньше такого не встречал. Сам фен выполнен под тип известных брендов. Но, как вы знаете, эти бренды довольно очень дорого стоят. В данный момент листа S1 ценник порядка 10-11 тысяч рублей. Но сейчас на распродаже на Алиэкспресс будет ценник еще чуть дешевле. Удобно организовано вращение. Здесь защитный кемплик у нас есть. Провод сам не похож на пластик. Скорее всего это резина, потому что очень мягкий. Из управления три кнопки. Изменение режима работы. И первая, вторая скорость. Давайте подключим. Посмотрим. Можно даже тепловизором посмотреть, как меняется температура. Как он работает. Уровень шума. Подключил я его ваттметр. В зависимости от того, как будет изменяться скорость вращения и выбранный режим работы, у нас здесь будет подсвечиваться синий, желтый и красный, либо оранжевый цвет. В зависимости от степени нагрева. Давайте включим на первой скорости. И вторая скорость. На ваттметре можно будет видеть, как меняется. Обычный отдув это порядка 80 ватт. Средний нагрев. Средний нагрев чуть больше. Ну, около 1000 ватт. И третий режим нагрева показывает 1200-1300 ватт на первой скорости. Включаем вторую скорость. Давайте переключим на режим отдува. Сразу видите, мощность падает, не работает. Вторая скорость. Мощность подрастает до 100-200 ватт. Включаем первый режим нагрева. Мощность подрастает до 1300 ватт. И полный режим нагрева. 1725. Заявленная мощность соответствует паспортной, как я уже указал. Давайте я вам покажу, как изменится нагрев. В зависимости от того, как мы будем увеличивать мощность. Сейчас я включу также от первой до последней. В данный момент фен еще не остыл. Видите, он остывает, температура падает. Температура стремительно набирается. И второй режим нагрева. На второй скорости уже включать не буду, потому что снизу нет. Можно заметить, как быстро происходит нагрев и так же спилание тенов. Это модель Lidsta S1. Замена крутому аналогу, более дорогому. Но он ничем не хуже, чем другой фен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok